Вам пришло послание из Государственной Сокровищницы. Пожалуйста, прослушайте. Пока не высохнет море и не рассыпятся камни. Так мы когда-то представляли себе вечность. Мы вырезали иероглифы на камни, надеясь, что они возьмут с собой наши истории, перенесут их сквозь время. Этот двор, расположенный у основания южной городской стены Сианя, хранит тысячи редких стел со времен династии Восточной Ахань, образуя настоящий лес-стел. Каждый каменный памятник здесь подобен воротам времени. Ритм и лексика китайского языка излагают библейскую легенду о сотворении мира. Упомянутый в тексте «Господь» носит имя Иегова. 4 февраля 781 года, в воскресенье, в Чан'Ане, столице династии Тан, появилась первая за всю историю Китая христианская церковь. В датсинском, то есть нестарианском храме, была установлена стела, на которой среди традиционных китайских драконов можно было обнаружить символ христианства — крест. По бокам стела была украшена белыми лилиями и летящими облаками, а под крестом была надпись в стиле «Кайшу» — памятник распространению сияющей религии из Римской империи в Китае. Сияющая религия, то есть нестарианство, — это учение, отделившееся от раннего христианства в V веке н.э. Оно появилось в Восточно-Римской империи. В древних трактатах династии Хань и Тан эту далёкую Восточную империю называли «Датсинь». Надпись на всей настарианской стеле состоит из 1780 китайских иероглифов, написанных в стиле «Кайшу», что позволяет назвать этот текст образцом каллиграфии. Кроме того, 21 ряд текста написан древнесирийским письмом. Текст начинается с похвалы Богу, восхваляет учения, а затем описывает миссионерские успехи этой церкви в Танском Китае на протяжении 146 лет. В 635 году Тайцун, император династии Тан, приказал своему министру Фан Чанлину отправиться в западный пригород Шан-Ане, чтобы поприветствовать сирийского нестарианского епископа Алла-Беня, прибывшего из Персии. Империя Тан вобрала в свою широкую душу множество интерпретаций нашего мира. Подобно исконно китайскому даосизму и пришедшим из других стран буддизму, исламу, зороастризму и манихейству, нестарианство предало жизни династии Тан другой цвет. Алло-Беню и его сторонникам было разрешено переводить Библию в императорской библиотеке. Христианская церковь, которая впервые оказалась на восточной земле в Танской империи, вскоре получила новое название. Нестарианство в тексте Стеллы обозначено китайским словом «диндзяо», что в буквальном переводе означает «сияющая религия». Надпись была сделана чиновником Люсю Янем и сочинена Дзиндзином, персом, который жил в Чанане с детства. Чтобы приблизиться к мышлению династии Тан, он заимствовал множество китайских концепций. Он не только ссылался на классиков, но и называл церкви монастырями, а духовников – монахами. Памятник распространению «Сияющей религии» из Римской империи в Китае. Это драгоценный код для изучения изменений и распространения этого древнего учения, а также врата времени, которые были свидетелем обмена и взаимообучения цивилизаций. В надписях на стеле мы до сих пор видим сияющий свет династии Тан. У Государственной сокровищницы есть еще много посланий для вас. Пожалуйста, уделите им время.